Люди, верните черепах. Это не домашнее животное. Им необходима высокая температура, отсутствие сквозняков и витаминная подкормка. Да, они очень выносливы и могут какое-то время пожить у вас дома, но в конце концов погибнут, отметила в своем обращении к жителям города сотрудница Латгальского зоопарка Ая Пупеня. Неприятный инцидент произошел в первый день зимы. Из открытого вольера после посещения посетителей пропали две греческие сухопутные черепахи. Возраст каждой 50 лет. К сожалению, обнаружили это в недельник-вторник, когда у нас происходит чистка. И тогда сотрудники заметили, что нет черепашек, но другой нет возможности, как предположить, что все-таки унесли. Сами они, конечно, отсюда не могли выбраться. Это слишком для них высокое место, да, получается. Но это были какие-то посетители, может быть, школьники? У нас в воскресенье посещение постоянно, так как мы людям доверяем. Ая надеется на отзывчивость жителей города. Ведь в первую очередь это их лишили возможности общения с греческими сухопутными черепахами, которые охраняются во всем мире. Мы просим людей, которые взяли эти черепах, может быть, даже родители не знают, что дети взяли в зоопарке черепах, вернуть в зоопарк этих черепах. Им здесь будет хорошо, потому что на самом деле в городских квартирах зачастую эти черепахи гибнут. На следующей неделе администрация зоосада подаст заявление о пропаже черепах в Латгальское управление полиции. Поскольку похищен очень ценный и редкий битрептилий, то данное преступление можно квалифицировать как совершение кражи в крупных размерах. Следует отметить, что это уже не первое похищение животных из Латгальского зоосада. Сначала украли кролика, потом его, правда, вернули. Затем похитили одну из греческих черепах. В зоопарк ее возвратили благодаря совместным усилиям работников зоосады и полиции. Не прошло и года. Новая кража. Не закроют ли вольеры с животными от людей? Мы еще оставим вольеры открыты, так как все-таки мы верим в людей, верим в доброту и верим в честность и в добрые отношения человека с животными. Мы обращаемся ко всем жителям города, к детворе и взрослым. Уважаемые, если вы знаете, где сейчас находятся похищенные черепахи, сообщите об этом администрации Латгальского зоосада, позвонив по одному из указанных на экране телефону или отправив письмо на указанный электронный адрес. В преддверии Рождества мы надеемся на чудо. Очень хочется верить, что оно произойдет. Продолжение следует...